Я приветствую всех любителей пустых баночек у себя на канале. Сегодня будет видео о последних пустых баночках уходящего 2017 года. Если вам интересны такие видео, то приглашаю вас всех в просмотр. Так, начну, наверное, с такой вот большой боди. Это у нас концентрат Ленор, суперконцентрат, скандинавская весна. Брала я его в фикс прайсе. Раньше, когда я его брала в других магазинах, мне он казался лучше. В фикс прайсе он какой-то более жидкий, как будто уже разбавленный. Запах у него менее насыщенный. И, честно говоря, ничего особого с бельем он не делает. В общем, мне понравился, не советую. Вот именно в фикс прайсе его брать. И сама брать не буду. Вот этот понравился мне значительно больше. Это от Вернель. Свежесть летнего утра. У него такой, он с желтого цвета. Приятный такой, действительно, какой-то утренний цветочный аромат. Хорошо освежает белье. И, в общем, вообще Вернель кондиционеры мне тоже нравятся. Ну, конечно, не так, как в Берликовске, но тоже нравится. Так, закончилась у нас вот такая вот зубная паста. 20-80. Наконец-то я нашла у нас корейскую зубную пасту. Долгое время искала ее в разных магазинах, но почему-то нигде не было. Это я покупала в Санги Стиле. Называется она «Зеленая свежесть». В общем, как-то так. У нее очень интересная такая крышечка. То есть, она не закручивается, а просто как вставляется. В отличие от нашей лобной пасты. Она была зеленая такая, гелевая, как бы. Мятная. Обычная такая мятная. Но очень приятная. Хорошо освежает зубы. В общем, дыхание, не ядреное. В общем, то, что нужно. Это очень мне понравилось. Если будет у нас еще продаваться, может, какой-то другой привкус, то с огромным удовольствием буду покупать еще. Наконец-то, наконец-то добила я вот такую вот бадью. Первая моя бадья, которую я добила от Аравии. Пользовалась ею, наверное, года полтора точно. И то у меня осталась совсем на дне. До завтра уже не добирался туда. Я ее пересыпала, перечерпала в другую, более маленькую баночку. Потому что забраться туда было тяжело. Оно очень густое. Этот крем для рук, я не сказала, наверное, это крем для рук с маслом кокоса и манго. Является моим фаворитом больше года точно. Потому что он обалденный. У него очень приятный аромат манго. Именно кокоса здесь как такового я не ощущаю. Но вот аромат тропических фруктов манго здесь просто обалденный. Он отлично увлажняет руки, быстро впитывается. Делает их более гладкими, увлажненными, ухоженными. Что еще нужно? Я в восторге от него. И вот этот вот огромный 550 мл здесь был. У меня такой еще антицеллюлитный крем стоит. Я его практически не начинала еще. Только попробовала. Не знаю, насколько мне его хватит. Хотя, наверное, срок годности у него уже близится к завершению. Вот. Но средство от Аравии, конечно, чудесное. Совершенно чудесное. И составы у них, и свойства. В общем, то, что нужно. Вот такой вот гель от Avon. Сенсос новогодняя коллекция. Стоял у меня с прошлого года. Я его покупала, по-моему, пили перед самым годом или после. С ароматом малины и яблока. Гель для душа с микрокапсулами. Зимнее волшебство. Такое вот очаровательное зимнее. Как раз то, что нужно сейчас под елочку. Но я его вот так наполовину перелила в дозарта для жидкого мыла. Потому что, ну, как-то приелся мне он. Действительно пахнет малиной и яблоком. Такой довольно приятный новогодний аромат. Он очень густой. Такой, как плотный такой гель. Текстур, в отличие от других гелей Сенсос, этот действительно более густой. Как желе даже такой. Хорошо очищает кожу. Пенится отлично. Но вот как гель для душа мне не очень понравился, честно говоря. Поэтому мы его используем сейчас в ванной, как жидкое мыло. Вот для этого он подходит просто на 5+. Единственное, он очень яркий. Красит ванну. Я не знаю, сколько там красителей. Наверное, очень и очень много. Повторять, конечно, не буду. Наверное, это была какая-то лимитка. Но вообще-то слишком много там. Очередной колгейтс плакс. Алтайские травы для десен добили. Берем фикс прайсик, как я уже говорила. За 99 рублей. Отличные, отличные. Конечно, не такие любимые, как от листерин. Но эти тоже хорошие. Так. Вот такой вот мы закончили уже. Это жидкое мыло французский десерт. От Фаберлик. Из этой новой лимитки. Почему лимитки? Из новой серии. Вот этой вот вкусной, которую я так хотела попробовать. Так хотела. Но, так же, как и многих, аромат меня несколько разочаровал. Хочется такого вкусного сладкого аромата макарон. Макарон, которые здесь нарисованы. Но пахнет он так. Довольно слабенько. Довольно нежненько. Каким-то сладковатым зефирчиком. Но никак не макаронами. Никакого орехового привкуса я не слышу. В общем, ну, конечно, и рядом не стоял. С тем моим любимым гелем с макаронами, который у меня когда-то был от Milk Sweets. Поэтому, разочаровашка. Ну, пользовались с удовольствием, в принципе. Для, как жидкое мыло, пользоваться довольно удобно. Единственное, я люблю все-таки, чтобы чуть-чуть оставался на руках этот аромат. Но он ничего не оставил. Так, вот такой вот у меня закончился гель-мус для душа. Тонизирующая гармония от Avon Planet Spa. Тоже с огромным удовольствием пользовалась. Мне очень нравится вот этот дозатор. Отлично, кстати, работал. И я его использовала как мусс для интимной гигиены. Потому что у меня до этого был такой уэван. Просто отличный. И также этот мне очень понравился. Единственное, аромат у него здесь. Ну, никакого-то мужского геля для душа. Ну, никак не какое-то женское средство для интимной гигиены. Но, тем не менее, мне все равно какой там был аромат. Самое главное, что он не вызывал никаких раздражений. Отлично справлялся с тем, что очищением. Что еще нужно, мне понравился. Но, в целом, конечно, хочется более какого-то нежного аромата. Так, наконец-то добила я вот такой вот у меня стоял 100 лет в душе. Кондиционер для тела. Солнечная облепиха Beauty Cafe от Faberlic. Которым нужно пользоваться. Ну, для того, чтобы не пользоваться потом лосьонами, кремами. Смывающий кондиционер как такой. У него он совершенно не пахнет облепихой. Но вот просто вот вообще рядом не лежал. Какой-то такой легкий парфюмированный аромат. Ну, такой же, как у всей этой серии. Меня не впечатлила эта серия. Но, в принципе, со своими... Со своими... Ну, в принципе, со своими... Заявленными свойствами. Почему свойствами? Ну, в принципе, с заявленными обещаниями он справлялся. То есть, увлажнял кожу неплохо. Но я все равно пользуюсь какими-нибудь лосьонами или кремами после душа. Все-таки мне маловато этого увлажнения. Пользуюсь чего-то больше. Вот такой вот бадью огромную добил у меня муж. Это маска для волос против выпадения стимуляции роста. Укрепление с перцем. Это комплимент. Такая вот огромная-огромная бадейка. Здесь было аж... Ой, сколько же здесь? Наверное, 500 миллилитров. А, да, 500 миллилитров. Вот такая вот. Запах такой не особо приятный, честно говоря. Но, девочки, она работает. Она реально работает. Она адски жут кожу. Особенно поначалу, когда ты только привыкаешь к ней. И она действительно стимулирует рост волос новеньких. Появляются антенки. И в одно время попользовалась ею я, когда у меня были выпадения волос, когда я страдала этим. Но потом у меня муж активно начал ухаживать за своими волосами. Боялся их потерять. Потому что они очень сильно у него начали оставаться на подушке везде, в общем. И мы заметили, у него залысины начали появляться. Поэтому он сразу-сразу-сразу стал пользоваться этой маской. И я не ожидала, что такая дешевая маска действительно есть эффект. У него вот эти залысины постепенно становились меньше. Появлялись новые волоски. Но он ее держал долго. Практически целый час, наверное. Хотя там жгло ему. Он там верещал, конечно. Вот так вот ходил все время, чесал. Но зато эффект действительно есть. Так что, девочки, могу посоветовать. Тем, у кого выпадают волосы, хорошая бюджетная маска. Вот такой вот королевский десерт. Многослойный аромат от Air Week у нас закончился. Аромат у него довольно приятный. Но, честно говоря, для туалета хочется какой-то более свежести. Этот яблоневый цвет, сочная дыма. Дыня пломбир. Он такой сладкий, какой-то фруктовый, яркий аромат. Он действительно многослойный был. То есть, он как бы раскрывался как-то в туалете. Но в туалете хочется чего-то другого. Я больше такие ароматы для туалета покупать не буду. Потому что хочется какой-то морозной свежести. Не знаю, там лимонной свежести. Какой-то океанской свежести. Но не хочется вот ярких фруктовых, таких сладких ароматов. Также еще у меня один кондиционер. Очень-очень мне понравился. Вообще, это мои любимчики. Кондиционер от Faberlic. Постоянно их хвалю. С аромакапсулами. Новиночка вот такая вот со звездой. Обязательно повторю ее, когда буду делать заказ. Потому что он отличный. Отличный. Просто такой приятный. У него свежий аромат. Вот именно тот, про который я сейчас говорила, что он нужен для туалетов. Хорошо кондиционирует белье. Оно после него мягкое. Отлично гладится. Вот этот аромат приятный остается. В общем, то, что нужно. Девочки, если вдруг кто-то еще не пробовал, обязательно. Вот просто настоятельно советую попробовать вот эти кондиционеры. Особенно с аромакапсулами. Они Faberlic просто хит, я считаю. Также вот такая вот штучка у меня закончилась. Это от крем Кафе Красоты. Молочко для тела гранатовый. Фреш. Сок граната. Масло сладкого миндаля. Оно у меня долгое время лежало в запасах. Стало какое-то жидкое. Появился какой-то осадок. Поэтому я его быстро-быстро добила в душе, как смывая кондиционер. Особого впечатления на меня не произвело. Какой-то такой не особо гранатовый аромат. Ну, так, средненький, честно говоря. Какой-то, ну, не знаю, фруктовый легкий аромат. Впечатление не произвело. Ну, видимо, из-за того, что слишком долго был у меня в запасах. Так, вот такой вот массажная плитка закончилась. Мятный шоколад. Это Мариночка, мне когда-то прислала из Москвы. Марина, привет, если смотришь. Обалденный аромат мятного шоколада. Похож на тот, который есть у Фаберлик. Но этот, конечно, более натуральный, более приятный. Я его использовала в душе, когда делала массаж после скраба. Обалденная вещь. Конечно, она очень натуральная. Здесь содержится куча масел. Какао, шима, катами и так далее. В общем, обалденная вещь. Но, конечно, нужно его использовать как можно быстрее. Потому что одно время я про него забыла. И там даже начала появляться плесень. Поэтому, пивак фирма, конечно, очень натуральная. Отличная марка. Я все хочу с ней познакомиться поближе. Потому что у меня было всего два продукта от него. Также, опять же, от Avon Senses закончилась вот такая вот вкуснотища. Это сладкая мечта, темный шоколад и кокос. Дети просто в диком восторге остались от этого геля. Он очень приятно пахнет, насыщенно, ярко шоколадом. Именно вот этим вот вкуснющим. Ой, запах обалденный. Ну, и кокосовые нутки, кстати, тоже тут есть. Что-то есть похоже на вот эту шоколадку Баунти. Но аромат действительно яркий, приятный. Очень приятно им сейчас в холодное время года именно пользоваться. Если возможность будет, закажу на следующий год, если он еще будет. В Avon, если я когда-нибудь буду, конечно, там делать заказ. Потому что дети просто в восторге от этого. Особенно сынок постоянно только им и мыл. Говорил, мама, где мой шоколадный гель? И очень любил потом ходить и говорить всем, посмотри, как от меня пахнет шоколадом. В общем, поэтому, да. Так, вот такой вот, мои любимые духи, закончила дочка. Это casual от Оксана Робски. Кто не знает, это аналог императрицы, дочи Габбана. Аромат просто один в один. Стойкость, кстати, тоже очень приличная. Конечно, не такая, как у дочи Габбана, но тоже очень хорошо. От нее, например, я постоянно чувствую этот шлейф, когда она им пользовалась. Я покупала его за 300 с чем-то рублей в Магнит Косметик по акции. Сейчас я смотрю, он стоит почти 600. Думаю, ладно, дождусь, когда будет там акция, возьму еще. Там есть, кстати, такой еще зеленый, но зеленый пахнет вообще неприятно. Я потестировала, мне не понравился. А этот, конечно, хит, просто хит Оксаны Робски. Молодец, что она сделала такой аромат, потому что дочи Габбана не все себе могут позволить. Так, такая вот маска, наконец-то, у меня подошла к концу от Ифраше. Это маска интенсивное увлажнение. Когда-то давали мне ее в подарок за заказу. Обычная кремовая легкая масочка, которая практически впитывается полностью за то время, пока она у тебя на лице. Неплохо действительно увлажняет лицо. Я любила ее использовать, когда умоешься и нанесешь, как вместо крема толстым слоем. Наносишь, она впитывается и ходишь так весь вечер. А потом уже на ночь смываешь и наносишь свой ночной уход. В принципе, для этого она подходит неплохо. Она не вызывает никаких воспалений, никаких аллергий не вызвала. Отличная маска. Если в подарок получить, почему бы и нет. Так, не знаю, даже есть она сейчас вообще или нет. У Ифраше. Также закончился у меня вот такой диди-спрей. Уход от Фаберлик. Прикорневой объем, без утяжеления, в течение всего дня. Но я использовала, честно говоря, его только для того, чтобы облегчать расчесывание. На второй день после отмытья волос я обычно использую такие спреи. С этим он справляется, в принципе, неплохо. Но насчет объема какого-то я не заметила, честно говоря. Хотя написано, что он фиксирует без утяжеления. Ну, не то, что не склеивает волосы, да, так и есть. Легко расчесываются. Да, волосы облегчают расчесывание волосам. Действительно, так и есть. Ну, неплохой спрей, в принципе. Мне понравился. Повторять вряд ли буду. Но, как пользоваться, было приятно. У него такой приятный парфюмированный аромат. Волосы не грязнит, самое главное. Так, закончился мой крем от Кора. Вот такой вот у меня был. Мультиматрикс. Ночной обновляющий для лица и шеи. Я его покупала еще летом. Для того, чтобы пользоваться им на ночь. Приятный такой легкий парфюмированный аромат. Не навязчивый совершенно. Отличный крем. Мне очень понравился. Подходит отлично. Хорошо увлажняет кожу лица. Питает ее именно как ночной крем. Но я его брала именно на лето. То есть, он такой легкий довольно. Сейчас, конечно, хочется чего-то более плотного. Я достала. У меня есть этот фраше. Прошлогодний крем еще. Тот более такой плотный. Этот легенький, приятный кремушек. Который именно призван подтягивать кожу лица. Ну, насчет подтягивания. Может быть, я чего-то такого не заметила. Хотя, я пользовалась именно вот и на эту. На шею, на эту часть. Мне понравился. Повторять вряд ли буду, потому что хочется попробовать чего-то еще. Но вот первый мой крем от Коры мне, в принципе, впечатлил. У дочки закончилась вот такая детокс-маска от прыщей с инцидоном. От Propelio Profession. Ну, розового цвета была маска. Снимает воспаление. Предотвращает рост бактерий. В общем, действительно, так и есть. Хорошая бюджетная маска. В качестве того, чтобы избавляться от прыщиков, каких-то воспалений, могу посоветовать. Она ей понравилась. Сейчас у нее практически чуть-чуть, фу, чистое лицо. Так, вот такая вот омолаживающая программа лифтинг-регенерация. Третий шаг. У меня была, честно говоря, она у меня уже давно лежит. Я ее попользовалась одно время, пока купила. Потом забыла про нее. Конечно, здесь нужна регулярность. Нужен регулярный, постоянный уход. Я постоянно забывала про нее. Поэтому я ее использовала как сыворотку перед своим ночным уходом. Она хорошо увлажняет кожу лица, быстро впитывается. Ну, конечно, никакого омоложения я особо не заметила. Потому что, повторюсь, использовала нерегулярно. Также у дочки закончился вот такой вот гель для умывания. Плюс скраб и плюс маска от Evelyn Cosmetics. Тоже она ей очень понравилась. Говорила, что если что, покупай мне еще. Хорошо справляется со своими заявленными функциями. Действительно очищает хорошо кожу. Но она использовала ее для умывания каждый день. Тем более, это бюджетная вещь. Почему бы не использовать. Так, купная помада от Avon. В таком вот стандартном тюбике. 300 лет в обед ей в оттеночке Toaster Rose. Лежала у меня в сумочке. Закончила, не знаю, года два, наверное, ей пользовалась. Хорошая помада, обычная. От Essence. Вот такая вот тушь засохла у дочки. Она у нее долгое время валялась. Хорошая тушь. Мне понравилась. Единственное, она какое-то время начала осыпаться. У нее вот такая вот задогнутая щеточка стала. Но ей уже довольно долгое время. Ее давно пора было выкинуть. И что-то все жалела, жалела. Ну вот, пришло время, в общем. Вот такой вот праймер для лица матирующий. Вот Markel Cosmetics с улиткой. Малюточка такая. Заказывала когда-то на сайте Beloris. Ну, честно говоря, не очень поняла, что он там матирует. Хотя многие его хвалят. Повторять не буду. Плохо, что стоил недорого. Но использовала его на лоб. То, что у меня больше всего жирнится. Ну, не знаю. Что с ним, что без него. Не заметила. Разница. Вот такой гель для душа закончился от Fresh Juice. Значит, с магнолией. Стандартный кремовый гель для душа. Я его перелила тоже на дозарты для жидкого мыла. Аромат такой стандартный, цветочный. Ничего особенного, в общем, не впечатлил. Густой, кремовый. Кожу не сушит. В принципе, неплохой. Тем более, он стоит бюджетно. Могу посоветовать. Ну, так. Гель, как гель, в общем. Так. Ну, и тканевые маски у меня. Нет. А, еще вот консилер, корректор от Вен Сабо. Сейчас вышли, кстати, в других упаковках. Хочу попробовать. Этот тоже неплохой. У него удобный такой стал спонжик. Конечно, не Катрис камуфляж. Но справлялся тоже неплохо. За свою бюджетную стоимость, почему бы и нет. Так, маски. Две маски от Фаберлик. Подробно рассказывала про них в своем видео о Фаберлик. Не знаю, будет оно потом или сейчас. Неплохие масочки. Повторять не знаю, буду или нет. И вот эта масочка Люкс. У нас появились сангистель с коллагеном. Омолаживает упругость. В общем, мне понравилось. Действительно, я видела, что вот эти вот морщинки мои немножко разгладились. Правда, временный эффект. Но я первый раз видела, что от тканевой маски есть такой эффект. Обычно только от альгинатных у меня такой эффект. Поэтому мне понравилось. Может быть, даже и повторюсь. Вот так, быстро протараторила. 20 минут вроде бы успела. Спасибо всем большое за внимание, любимые девочки. Огромное спасибо всем, кто меня смотрит, ставит лайки. Оставляет комментарии. Мне они очень и очень нужны. Спасибо всем большое за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.